Николас Мадуро обратился к венесуэльскому народу. Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые после попытки госпереворота и устроенных оппозицией беспорядков во вторник в столице Республики Каракасе, обратился к гражданам страны. В своей речи Мадуро заявил, что попытка переворота не удалась, по данному факту открыто расследование и назначены прокуроры. Задержанные в ходе беспорядков допрашиваются и уже дают показания. При ликвидации беспорядков получили ранения пятеро военнослужащих, из них двое в тяжелом состоянии. Все, кто вышел с оружием в руках на улице будут найдены и их будут судить. Напомним, что во вторник утром оппозиция во главе с оставленником Вашингтона Хуаном Гуайда, перетянув на свою сторону небольшую группу венесуэльских военных, попытались устроить госпереворот, а затем уличные беспорядки. Гуайда объявил в начало последней фазы операции по свержению действующего президента Мадуро. Сообщается, что в ходе разгона демонстрантов пострадали около 70 протестующих, многие были задержаны. Несмотря на заявление оппозиции о переходе армии на их сторону, республиканские вооруженные силы остались верны действующей власти. Между тем, глава американского госдепа Майк Помпео заявил, что Николас Мадуро якобы собирался покинуть страну, однако не стал этого делать, потому что Россия отговорила его от этого. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN. По словам Помпео, уже был приготовлен специальный самолет, на котором венесуэльский президент должен был вылететь на Кубу, но отказался от этой затеи. Также госсекретарь США заявил, что российские зенитно-ракетные комплексы, находящиеся на вооружении армии Венесуэлы, не помешают США провести военную операцию по свержению действующей власти. Он уверен, что в случае, если Трамп отдаст приказ о начале военных действий против президента Венесуэлы Мадуро, то никакая венесуэльская армия и российское вооружение ему не поможет. Помпео подчеркнул, что Мадуро должен покинуть Венесуэлу, передав власть признанному Вашингтоном законному президенту Хуану Гуайда, под руководством которого страна снова станет свободной и демократической. Ранее сообщалось, что после провала попытки газпереворота один из главных оппозиционеров из подвижник Гуайда Леопольда Лопес вскрылся на территории испанского посольства. Где находится сам законный президент Гуайда, на данный момент неизвестно. Продолжение следует... Продолжение следует...